Музыка Каждый пришедший получил возможность адресовать важные наболевшие вопросы не только главе города, но и руководителям сфер ЖКХ, здравоохранения, образования, полиции, МЧС, Мособлый Ирц. Я сегодня пришла на прием, чтобы выяснить проблему раскопок, которые ведутся уже третью неделю возле нашего дома. Они начались еще до начала отопительного сезона. Глава нам сказал, что то, что там у нас копают, оно не повлияет на начало отопительного сезона. Это действительно не повлияло, но это проблема, потому что эти раскопки – это огромная яма возле подъезда. И поэтому ТСК «Мосэнерго» с нами. Эта проблема, которую решать ТСК «Мосэнерго» – это их работа. Они ведут эти работы. Вот сегодня я была, естественно, соответственно, на приеме у представителей ТСК «Мосэнерго». Они пообещали, что эти работы завершатся 28 сентября. Они постараются это все завершить, а уже само благоустройство будет где-то ближе к середине октября. Так что я надеюсь, что, наверное, хотя бы мой приход сюда сегодня, эту проблему решит и нашу яму, наконец, закопает. Задавали вопросы, касающие земельного имущества, коммунальных начислений, обслуживания и содержания многоквартирных домов, безопасности. Жителей интересовало, будут ли благоустраивать дворы, проводить освещение, делать капитальный ремонт подъездов и домов. У нас по Ленина 16 ведется капитальный ремонт. Как бы мы долго его ждали, но благодаря нашему мэру Сергею Евгеньевичу и Тикунову Роману Игоревичу. То есть мы добились все-таки с их помощью, дай бог им здоровья. Теперь у нас капитальный ремонт проводится. Ну, сейчас вот некоторые нюансы есть, конечно, как всегда, когда идет капитальный ремонт. Вот пришли выяснить, как и что там, чтобы нам помогли, сказали там, как дальше все это будет делать, благоустройство. Нравится вам такой формат общения жителей? Да, нормально, очень даже удобно. Как говорится, с глазу на глаз записываешься и разговариваешь, и все проблемы свои. Проблемы решаются и очень быстро. По словам посетителей, такой формат удобен. Сразу в одном месте можно пообщаться с несколькими представителями профильных ведомств и на месте найти решение по многим вопросам. Во-первых, каждый со своим вопросом подходит к конкретной комиссии, конкретно задает свой вопрос и конкретный ответ получает. Выездные приемы проходят в формате диалога и продолжаются до последнего обращения. Все вопросы взяты на контроль. Проект «Выездная администрация» продолжит свою работу.